добрый день уважаемые коллеги первый день февраля в преддверии начала нового семестра и систему у нас вот новые вебинару протестируем надеюсь будет комфортно на ней работать ну надеюсь меня слышно если нет вы дайте знать ну что ж сегодня у нас оказалась довольно обширная тема сразу скажу те кто рассчитывали пришли именно на вот этот вот тезис если будущий ойбс но напоминаю что у нас с вами теоретический семинар и вот скорее всего такого ответа как и в других вопросов я вам однозначно не дам более того вот как оказалось сегодня настолько объемный комплекс вопросов которые мы рассмотрим что скорее всего до того если будущий ойбс мы даже не дойдем потому что хочется остановиться на первом вопросе информационная эволюция общества те кто видел мою тему наверное обратил внимание что я переформулировал вот в подготовке к нашей теме хотелось ну все копнуть все глубже и глубже да потому что все таки без библиотеки это скажем так мелочи а чтобы понять это что с ними будет происходить мы все время обращаемся к более фундаментальным вопросам а что вообще происходит с эволюцией из информации в нашем обществе куда вообще текут информационные реки вот это вот при люди в этот раз оказалась достаточно обширный так что думаю что мы разделим на два занятия вот эту тему сегодня поговорим о тех изменениях которые происходят в информационном обществе информационном контексте а уже на следующий раз перейдем более конкретным вопросам касающимся рынка и бс всяких новых проектов идей тут тоже происходит очень многое вот если вы не против такой программы то будем двигаться но нельзя себе отказать в удовольствии ощутить остроту момента мы все-таки с вами все еще находимся в эпоху пандемии вообще год был насыщенный и пророчествами и всякими предвестиями бурь ну и конечно хочется ощущать себя вот на острие на самом переломе эпоху библейских перемен и действительно многое говорит о том что вот мы попали прямо в такой чудесный момент и эпидемии пандемии мало кому в жизни везло вот на такую попасть основательную мировую и восстание бунты сопровождают нашу повседневность сегодня уже вот даже нашествие саранчи вот в этом году нас порадовал ну кого-то порадовал кого-то нет я себе говорю эфиопия и западная африка просто вообще погрузилась в саранчу не так что все все почти признаки великих времен ну и уже там не в последнюю очередь скажем о потеплении климата и великом потопе который нас ждет таяние льдов антарктики и затопление материков в общем будем ждать что будет происходить но вот на фоне таких глобальных библейских изменений происходит еще кое-что может уже не так шумно и быстро но я смею утверждать что это даже наверное посерьезнее чем таяние льдов африки вот в принципе это то что было и вчера то что цифровая революция продолжается но это не просто происходит некий приток новых инноваций а на самом деле меняется культура и та культура с которой мы имели всегда дело культура основанная на физических контактах и вот сегодня я попробую еще больше углубить свой тезис расширить сформулировав его о том что вообще завершается цивилизация которую мы знали до сих пор начинается нечто весьма новое для этого нового я выбрал понятие пост цивилизации у нас есть сами понятие пост модерна она уже немножко застоялась больше 50 лет и уже все ждут когда закончится этот пост модерн что будет дальше вот мое мнение дальше и будет пост цивилизации пришло время после для этого понять но для того чтобы рассказать что я под этим подразумевая во первых хочу опять-таки обратить внимание на масштабы и то что сегодня происходит давайте не забывать человечество существует около миллиона лет чтобы мы себя понимали и все изменения сущностные которые происходят этот масштаб надо иметь ввиду а вот то что мы называем человеком разумным homo sapiens вот этому товарищу где-то около 40 тысяч лет совершенно немного как вы видите разум пришел нам может стать действительно 11 часа гость 11 часа всего лишь маленький кусочек нашего с вами существования нашего рода ну и при этом цивилизация как мы ее трактуем это вообще коротенький отрывок времени 68 тысяч лет то есть где-то 10 процентов истории человека разумную и одна какая-то сотая часть процента человек человечества как таково так что излишне обольщаться не стоит то что мы люди цивилизованные для человека это необязательный так скажем статус и вообще это не состояние ненормальный а скорее случайно и занимающие вот какой там микроскопическую долю истории тем не менее это миру акта который мы живем который нам нравится вот поэтому давайте ответим на вопрос а что такое цивилизация цивилизация в моем определении это институционально организованное человечество на основе определенного информационно идеологического кода или кода знаний вот знание порядок упорядочивание возникновение институтов социальности вот это вот ключевое для того что мы определяем цивилизации и для цивилизации существует ряд тоже ключевых важных понятий развития цивилизация определяется территорией на которые она цивилизация определяется генофондом который она не несет наши родовые отношения дальше конечно ключевой элемент цивилизации язык которым и выражается разуме развивается рациональность разумность общества вот наконец власть которая уже конституирует все это действительно в порядок в институты государства наконец религия это уже так в ходе эволюции как разум общества как действительно порядок ясности представлений пониманий смыслов ну и наконец хозяйство упорядоченная экономическая социальная жизнь в которой постоянно развитие люди богатеют живут и вот строит то что мы с вами наши предки построили ну и ключевые элементы которые вот здесь я выделил это конечно государство это как такой ключевой фокус сбора этих элементов воедино где существует государство там мы в первую очередь находим и цивилизацию и анализируем ну а дальше я хочу немножко акценты переставить в отличие от нашей классической теории цивилизации ученых которые здесь работали в сторону технологии информации то как собираются вот эти вот элементы воедино и образует именно субстрат цивилизации это технологии да и мы видим когда технологии очень быстро меняются то мы видим насколько она вообще влияет на нашу жизнь вот в том историческом теле люди практически не замечали что такое технологии тоже рождались с одними технологии с ними же умирали мы с вами рождаемся в одном технологическом мире умираем так скажем когда-то умрем совершенно другом получается вот и мы более остро чувствуем что технологии значит нашей жизни а вот и содержание того что и как собирается определяется информацией которые особенно тесно связано с технологиями вот информация как некий такой фокус ядро цивилизации это не будет в центре нашего внимания и так институты технологии и форму информации вот ключевые понятия которые дают каркас понятие цивилизации и вот в том и проблема которую мы уже способны зафиксировать что вот это вот цивилизационная цепочка разрушаются то есть скрепы о которых мы иногда говорим начинается рушится вот я вам подчеркнул что чтобы хорошо понимать смысл изменений нужно не забывать корни и видеть вот всю траекторию движения не забывать корни и очень хорошо чтобы чувствовать что у нас иное и чуть-чуть иметь представление а что такое про цивилизация очень трудно вот как-то найти свидетельство того как человечество жило там 40 тысяч лет или сколько-то назад вот но у нас и и сегодня человечество очень многослойно и слава богу есть возможности заглянуть прошлое и немножко увидеть как и мы в том числе жили там эти десятки тысячелетий назад ну вы знаете что вот до того как европейцы начали колонизировать мир они встретились несколькими обществами совершенно разных развитий и бронзового века и каменного века вот например полинезийская культура тихоокеанская но это была развитая цивилизация каменного века а вот еще более интересное на мой взгляд это жизнь и образ жизни в амазонии вот мы сейчас в частности издаем книгу томаса уифона год среди каннибалов северно-западная амазония вот очень рекомендую к прочтению ознакомлению того какой может быть иная жизнь амазония вообще изумительная замечательная страна часть света вы наверное в курсе что вот леса которые там находится довольно большой часть континента легкие нашей планеты и вот эти леса вырабатывают гораздо больше чем вся наша сибирь там и вся наша шестая часть планеты вот ну потому что это южные широколиственные очень богатые сочные леса и вот там живут и люди и видно потому что им наверное там достаточно комфортно они практически не изменились все ведь все эти десяти тысячелетия и когда туда пришли наши этнографы они смогли зафиксировать час тоже немножко меняется во всяком случае вот эти вот симпатичные молодые люди которые изображены они сейчас уже ходят в футболках и тоже подобие штанов уже не так интересно как было тогда вот и очень интересные этнографические свидетельства когда вот наши путешественники ученые приезжали жили в этих условиях племенах и позволили нам ознакомиться с тем вообще чем живут как живут как строится культура у этих представителей раннего каменного века жители амазонии ну можно сказать что они даже еще не дожили до не дошли до стадии каменного века еще раньше вот и в частности вот томас уифон который пожил среди них и рассказал много интересного в частности том что ну как они живут да действительно жизнь это сугубо выживание ничего лишнего все очень там просто так каннибализм ну вы знаете латинская южная америка даже и в инков и всех более развитых цивилизаций там человеческие жертвоприношения были здесь тоже есть этот элемент имеет ритуальный характер они не повседневный конечно не кухня формирует не кухню их а вот такие элементы каннибализма умерщвление детей которые там не способны выжить ну вообще такое единство с природой там нет каких-то размышлений что красиво что не красиво вот что требуется для выживания то и происходит в этой культуре еще нету религии как каких-то четких представлений но уже есть шаман который вот способен конъюнктурно быстро определять что правильно что неправильно религиозное не религиозно ну и конечно есть обычаи мифы порядки но далеко не конечно не в таком сформированном виде как там у древних греков и еще то что мы имеем представление вот и при том что это вот но совершенно такая растительная жизнь буквально вот в стоге сена очень простые там жилища орудия труда формы там сельского хозяйства которые есть очень много интересных выходящих за наши привычные представления порядков там общение женщины и мужчин вообще всех устоев но при этом есть и мораль и нравственности даже честь вот мне например было очень удивительно узнать и например что вот в этом обществе одно из таких самых позорных порочащих честь мужчины является обряд когда с него сдирают повязку вот хуже вообще нет ни для чего это позор на многие годы вот кстати и происходит случай измены мужчины вот такие вот вещи которые и мы способны сразу понимать вообще когда знакомишься с такой литературой у прежде всего поражает то что мы способны понимать человечество любой эпохи любой культуры мы все узнаем везде мужчины женщины дети хозяйства и опять-таки какой-то порядок поведение то есть мы единое человечество на какой бы там самый примитивный стадии мы не находились но есть и различие да и вот в частности я бы сформировал сформулировал про цивилизация это общество не генерирующие и не упорядующее информацию вот там действительно информации практически нет есть только коммуникация и вот цивилизация начинается вместе с этой функцией когда информация появляется ее нужно сохранять передавать с ней работать вот тогда собственно появляется религия и религия на протяжении всего существования человечества служит конечно таким ядром я бы назвал это основой цивилизационного кода знаний ну религия вообще это такой компактный свод знаний формирующих ядро понимания и отношения к внешнему миру религия и информационное ядро цивилизации и в основе вот этого понимания возникновения смысла как такового конечно являются не какие-то движения нашего материального мира да и собака и кошка способны эти движения очень здорово улавливать органами чувств гораздо даже лучше нас человек возникает тогда когда возникает понимание этого то есть встроенная смысл этих событий встроенный смысл более высоких порядков и вот то что приносит религия и сразу формирует такой вот иерархию всей всех смыслов это способность противопоставить трансцендентный и монетный мир до привнести понятие сакрального святого по собственно самого важного религия дает понимание того что самое важное отсюда и возникает уже иерархия знаний вот и соответственно возникает социальность потому что религия этим самым общим смыслом умеет объединять всех не силой а пониманием вещей и соответственно вот религия становится центром знания а вокруг нее образуется формируется периферии знаний цивилизации то как вспахивать поле как строить здание и так далее и и вот этот цивилизационный код который мы знаем вот в понятии мировой оси которые дают прежде всего мировые религии этот код и стал такой осью развития и существование цивилизации как мы знаем и так происходило практически до средневековья до нового времени и вот в новое время в этой простой конституции происходят значительные изменения переключения потому что периферия знаний получает новый статус науки наука встает рядом с религией и именно ее знание того как она добывает какой смысл она им для вещам обычным придает начинает формировать культуру и цивилизацию и существенным становится знание как точное знание а быть обыденных вещей природы по сути дела мы здесь имеем с переходом когда религия становится наука и самые достоверные самые важные вещи это уже не то существует и не существует бог то а это вот аксиомы математики закона ньютона вот в этом перестают сомневаться все это как бы доказано абсолютно остальное бог не бог это все встает под вопрос так что это такая смена религии из чего вытекают очень большие комплексные социальные изменения общество становится секулярным объединяемым на основе идеологии идеологии разделяемый то есть разделяемы всеми общественными ценностями вот идеология она и становится неким заменителем новой формы религии ей удается скреплять информационный каркас цивилизации у нее есть и политические аспекты и культурные все остальные и самое главное в рамках идеологии сохраняется концепт истины абсолютной истины контроля за информационными каналами но это как функционирует идеологии мы еще помним своей социальной памятью на примере нашего советского союза действительно с очень большим уподоблением религиозным религиозным правилам но как вы знаете время идеологии тоже ушло и вот новейшее время то есть двадцатый век это и есть вот эпоха ее и расцвета и крушения наконец приходит время когда идеология не справляется знание выпадают из оков смысла превращаются бессмысленную информацию знание без идеологии превращается в бессмысленную информацию чтобы вот проиллюстрировать переход от того когда существует цивилизационные представления цивилизационный порядок и их уже и они разрушаются их не существует проиллюстрирую я бы хотел проиллюстрировать на примере шляпы да вот атрибут который всегда сопровождает человека даже там про цивилизации это некое средство укрыться от дождя там она еще более свободное хочешь надел шляпу хочет там не укрывайся дождя да наверное но и тут уже появляется головной убор вождя шлем из перьев как один из важнейших атрибутах статусного отличия вождя шамана и других и в частности в шляпе практически концентрируется вся символика социального уклада от полинезийских культурах которые жили на островах вы знаете наверное практически были истреблены все виды птицы потому что там они были очень красивые с перьями и вот те красивейшие гол головные уборы которые мы еще можем наслаждаться музеях вот ради них практически было истреблено все пернатое население многие виды птицы погибли вот а потом мы видим короны там вот это вот статусность она из поколения в поколение сохранялась за головным убором но это для так сказать вождей да вот для настоящей крепкой прочной цивилизации шляпа становится для всех сословий ключевой сословной меткой вот представьте например вспомнить по романам англию нового времени шляпка как обязательный классовый атрибут джентльмена или леди попробуй выйди без шляп по шляпе судят обо всем да и то же самое и в других сословиях вот до недавних времен косынка в русской деревне обязательный атрибут замужней женщины нельзя представить и вообще ходить без косынки от начиная там с библии все это прослеживается вот и что здесь важно что вот эти правила носить шляпу или нет это абсолютно не принадлежало воле и произволу человеку да это форма и правило определяется культурой и им невозможно что-то противопоставить вот именно люди должны так действовать потому что они думают так они иначе они не могут иначе придумать куда ты можешь не одеть шляпу ну все ты лишаешься социального статуса ты никто в обществе вот поэтому вот это шляпки ничего невозможно противопоставить вот это есть цивилизация то есть шляпа любой материальный атрибут в цивилизации это социальный семантический знак символ носитель нормативной системы правил и вот именно через шляпа через вот эту всю атрибутику а вовсе не обязательно через язык и слова передается вот это вот нормативная система которая и образует состав цивилизации и вот что мы имеем с вами сегодня в частности со шляпой шляпу можно одевать а можно и нет холодно или тепло и так далее на свой собственный выбор все нет такого правила и вообще целого комплекса правил аналогичных этому вот это и есть исчезновение разрушение цивилизации да есть много других правил желаний когда на место правила приходит желание да вот это уже признак а в итоге это вытекает тому что практически исчезают идентификационные языки символические языки сословий классов структурно вечеринки ты уже не поймешь имеешь дело с миллионером или хипстером богатый это человек или вообще там ничего не имеет то еще остаются там роликсы всякие что-то но это то кстати уже зацепки исключения подтверждающие правила то есть происходит либерализация социальных нормативных систем это и есть как раз иллюстрации того что общественные структуры и обязательные представления разрушаются и в итоге формируется новый совершенно тип общности в которой мы живем пост цивилизации с определенными чертами которые мы можем тоже фиксировать пост цивилизации разрушаются обязательные ценности и порядки все крепится системы права они морали как прежде совершенно другими специализированными нормативами системы нет религии нет идеологии и даже уже нет сакрального статуса науки а что есть есть соцсети есть равноденствие информационных потоков и вот это вот вот эти потоки и информационной технологии которые их запустили полностью изменили социальный ландшафт сегодня мы живем в эпохе информационного шума вот что отличает нас от цивилизации цивилизация всегда борьба это канал это подавление информационного шума вот эти вот скрепы по практически больше не работают есть различные ценностные идеологические знания вы и знания мы и платформы и нет абсолютных авторитетов выбираешь сам соответственно нет классов нет сословий нет жестких государственных языковых страниц моральных границ все релятивизируется вот это это картина и этот принцип релятивизма да он и есть один из ключевых таких переходов важных для истории человечества и хотел бы здесь напомнить о значимым такому моменте в интеллектуальной истории человечества практически сто лет назад происходило можно сказать последняя схватка вот за этот принцип спор о релятивизме кто-то наверное кто изучал философию психологию знает о нем это был философский спор об относительности истинные или там ее абсолютности вот один из ярких лица в этого в этой дискуссии был эдмунд эдмунд гуссера основатель феноменологии с первыми своими трудами направленными против релятивизма и психологизма вот это была последняя борьба за картезианскую тра традицию аподектического знания вот эта традиция картезианская это опять-таки целая эпоха начавшиеся с декарта которые я и обозначил когда религия становилась наук когда декарту убедительно удалось этим он только отразил чувствование времени до доказать и по вообще создать понятие аподектического знания то есть абсолютно знания абсолютно достоверного без сомнения да это он это у него было единственное знание которое таким свойством обладала я мыслю следовательно существую эрго сум а уже из нее он выводил математическое знание и все остальное вот он создал такую традицию которая позволила существовать новому времени и построить вот эту цивилизацию науки которую мы с вами тоже еще имеем в руках и вот эту эпоху практически мы были основные споры о том существует бог не существует да то есть спор об истине он велся всегда и вот спор о релятивизме это может быть последний его выхлоп и был тоже понятно что невозможно отрицать эту абсолютную истину да вот в частности как формулировал достоевский если бога нет значит все позволено по 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 сути дела это всегда религия осознавала и примерно так и формулировал то есть сомневаться если если сомневаться в абсолютной истины то рушится все рушится культура и цивилизация вот несмотря на то что такие были бойцы типа гусарля которым действительно снова удалось более менее убедительно этот тезис защитить тем не менее вот послевоенная культурная эпоха это эпоха крушение этого тезиса и она получила название постмодерна это тоже уже такой пришел пришла вот эта волна дамба истины была сбита пришла волна когда все позволено во всяком случае в искусстве и литературе постмодерн а и стал вопрос а что придет за постмодерном и я бы сформулировал следующим образом то что было потом да если ключевой тезис тезис ключевой тезис по пост цивилизации не то что абсолютного знания нет до этого она утверждает а то что любое знание при определенных условиях истины любое знание при определенных есть да вы может быть правы а может быть и могут быть другие ситуации да вот это и есть такая лазейка релятивизма который собственно вот формулируется в ключевом нашим требования сегодняшнего дня толерантности любое знание и любое мнение имеет право на существование а соответственно на любом знании можно что-то построить а что можно построить на определенной концепции доктрине очень много секту клуб партию сообщества можно построить аудиторию но если говорить обобщенно вообще можно построить субкультуру а по это по сути целый мир и вот я бы сказал так пост цивилизация то есть сообщество субкультур как сегодня часто говорят меньшинств все имеют право на существование любое меньшинство и когда вот так сформулировано то и большинство становится тоже одним из видов меньшинств и абсолютного знания не существует вот это собственно то что у нас уже всех примерно вошло плоти кровь об этом уже как бы сильно не спорят вот что из этого вытекает для нас и вообще для информационной культуры общества для каких-то ее форм те формы как на которые я обращаю внимание это понятие энциклопедии и библиотеки опять-таки возвратимся к началу нового времени 17 век энциклопедия до ламбера и дедро это колоссальные такой информационные события символ информационной эпохи культа знаний вот дальше уже все стало реализовывать вот этот замысел энциклопедии и по сути дела понятие библиотеки это тоже расширение идеи энциклопедии то есть комплекса знаний которые фиксируются в письменном в книжном виде и мы тоже с вами знаем что библиотеки не существовали вечно до сначала их не было потом появились небольшие платный а потом уже только сравнительно недавно бесплатные общедоступные публичные библиотеки их функция была фиксация снимок знаний эпохи они должны были собрать вот те книги которые тоже фотографировали представление знаний эпохи вот это следующий очень важный шаг после идеи книга издания репродукции знаний и что такое вот в этом контексте было знание знание которое подлежит репродукции и сохранению это некая изложенная талантливым автором позиция история претендующие на истинность и правдивость назначенность это и есть книга этого позиция формулируется в книга и берег бережется ценится всеми и знание книга обогащает развивает пополняет как и копилку знаний о мире в этом она ценная а то имеет книга значимость или нет решается авторитетом редактора издателя если он ее публично издает значит она получает вот такой статус слепка знаний переходит в публичное пространство вот это система такое культивирование коллекционирование сохранение знаний в виде книги а по сути дела ну как расширение энциклопедии и в нашем сознании тоже сильно поменялось я имею ввиду википедию вот википедии это энциклопедия пост цивилизации это все та же энциклопедия с той же идеей собрать все и знать обо всем но это уже совсем другая энциклопедия и в этом изменении отражается и судьба энциклопедии этого цивилизационного кода википедия то есть энциклопедия становится краудсорсинговым проектом информационной общественности то есть это уже не авторитет резда редактора издателя а это уже само общество начинает формировать вот этот слепок знаний довольно свободному самокоординации но довольно в свободном ключе кто хочет тот и ставил статью если она или свои знания если это не получает противодействие от других членов общества и аналогично вот этому вот этой модели работы движется и судьба библиотеки она начинает проявляться в виде электронной публичной библиотеки машкова которая тоже формируется сообществом на платформах сам издата и вообще так скажем широком смысле интернета то есть этим можно заниматься без институциональных спонсируемых государственным форм без вот этого вот государственного контроля до чисто общественным действием и вообще именно интернет как становится методом обитания энциклопедии и библиотеки пространством знаний но уже без авторитетов но мы с вами обобщили вот эти вот реперные точки переходные до увидели а теперь я бы хотел показать что получается в результате фундаментальные какие-то сдвиги и изменения в нашей информационной структуре общества и здесь бы я выделил несколько таких базовых сущностных черт первое исчезновение фундамента знаний здесь мы найдем вопрос а вообще почему собственно исчезли спора спора о том есть бог или нет вы помните революционеров 19 века там базаров и прочее как они там ну готовы были жизнь отдать за такие вопросы да то есть атеизм он был такой воинствующий и потом вместе там с большевиками революционерами то есть этот вопрос был такой вопрос жизни и смерти для одних и для других с другой стороны умирали за это все время вот почему-то эти споры исчезли почему вообще исчезли религиозные войны помните о столетней войне в европе религиозной войны насколько религия способна была порождать такой вот накал почему так спокойно побеждает толерантность дальше а почему в кризисе фундаментальная наука помните как в советское время мы вот гордились что у нас такая фундаментальная наука она очень важно там без нее никак да и вот она уходит ее значение во всяком случае вместе с академии наук нашей уважаемой и вот уже как-то не очень-то она нужна и не очень цена фундаментальная наука и еще более частно почему более не востребована философия вот мне как человек с философским образованием вот это очень заметно книги по философии не пользуются спросом философию никто не спрашивает она больше не решает никаких важных вопросов почему это потому что в новой пост цивилизации нет такой потребности в фундаменте знаний вот этих трех китах нужно на чем все стоит и то для чего казалось вот обязательно они нужны вообще для мировоззрения цельной картины мира для фундаментальных знаний вот это вследствие интеллектуального развития образования личности в сегодняшнем контексте контексте стали опциями индивидуального мышления каждый может для себя решить сам какие индивидуал фундаментальные там знания что получить и положить в основу вот этого фундамента вот и собственно общество всерьез перестала этим заниматься будь это библия как представление о боге или это будет фундаментальная наука в виде философии даже просто вот наука в виде каких-то там теоретической математики физики механики даже это уже стало неинтересно потому что это не требуется для поддержания здания которое настраивается над этим это довольно парадоксальная такая ситуация что оказывается фундамента не очень нужен для нашего дома зданий хотя мы все время представляли себе иначе вот на этой схеме слева то как мы себе раньше представляли строение картины мира представлен наши наших представлений то что вначале в основе всего мировоззрения на них мы настраиваем базовые знания о природе теоретические а потом начинаются профессиональные всякие экспертные глубокие знания для чего мы получаем образование а дальше уже конкретные навыки чтобы мы умели что-то делать что-то реализовывать вот это можно как модель которые на трех китах изображена поставить вот оказывается что если убрать отсюда вот эти нижние пласты то есть фундамент она ничего не рушится она существует так как вот существует у нас общество то есть мы может быть и можем спорить об этом можем не спорить во всяком случае все работает мы можем получать и профессиональные знания и особенно навык и и уделять этому больше времени и картина знаний вот она на 2 к на втором рисуночке она становится давал довольно мозаичный плюралистичный и самостоятельный да то есть она может стоять сама по себе любая из наук оказывается не очень-то нуждается вот в этом фундаменте вы там сами о фундаменте думаете да наша задача вот теоремы там исследуйте прочее и в принципе это работает то есть вот наука сегодня она так примерно функционирует каждый живет в своей области не углубляясь в ее философские основания то есть знанию миру в сегодняшнем контексте не нужны подпорки в виде фундамента или даже обращая ваше внимание обращение к реальности до математика вам скажет ему реальность не нужно для его построение и вот по этой модели движется и многие другие и более того и мы тут переходим к третьей схеме вот эти определенные там самобытные миры научные они в них фундаментом становится не то на чем они стоят на изображена книга а то как я на чем я это строю да по сути дела они на мне стоят на моем мировоззрении на моем представлении о мире если они стоят то никаких проблем нет и получается совершенно другой сдвиг фокус вот этой всей нашей знаньевой архитектоники мы важным становится не то на чем что что знание стоит на каком-то фундаменте а то что любое знание проходит через меня она становится знанием только фокусе моих представлений то есть все знание получает такое личностное преломление и тем фундаментом реальности или мировоззрение базы которые мы говорили с с ним становится его то есть я а я у нас очень много и вот если раньше можно было в принципе вот это понятие эго это тоже я декарта от канты идет это не возне это не порождало какое-то крушение нашего смыслового цивилизационного мира потому что и фундамент и я они как-то согласовывались философами между собой вот то изображение которое слева виде компьютерной сети да это отражение нашего традиционного представления о строении мира да когда существует некий центр принимающий решение институт принимающий решение что истины что неистину скажем церковь или государство вот я с этим солидаризируюсь и никаких здесь противоречий не будет а вот когда это расщепляется когда центром принятия решений становится не центр принятия решения локализуется то есть получает способность перемещаться это может быть церковь а это может быть и секта это может быть и какой-то гуру какой-то там ученые или авторитет или революционный лидера и в принципе сегодня уже не важно кто им может быть то есть вот эти центры они множатся и соответственно создается картина которая вот в правой части тоже как такая сеть сосуществование различных картин мира различных вот этих знаний в их миров и в конечном счете что истина что нестина приходится решать самому индивиду потому что концепции слишком много а выбор как всегда он достаточно произволен выбирая любой и будешь частью вот именно этой картины мира вот как происходит расщепление цивилизационного единства знаний через их локализацию это вот был второй такой локализация фундаментальная черта а третье это разрушение эвристических иерархий тоже процесс колоссальной важности потому что то на чем мы раньше строили вот знание цивилизацию это нам и сегодня очень понятно это действительно хороший фундамент мы строили здание науки на аристотелевой логики и конструкции эвристической иерархии науки которые вытекала из этой методологии базовых логических правил дедукция индукция от частного к обществу это вот на чем с чего начинается наука что мы с вами хорошо знаем дальше когда вот работаешь в этом режиме происходит построение знаний в их древовидных иерархии опять-таки где фундаментальные где вторичные и так далее вот эти вот древовидные иерархии которые опираются на концепцию базовой истины древознания и вот когда модель то нам понятно да но сейчас стало право создание много разных древ зданий много базовых истин много деревьев зданий и что при этом происходит происходит клонирование дерево знаний и то что называется фракционализации знаний в их структур это означает что источники информации начинают себя полагать в качестве центра знаний и каждый строит вот такую вот систему до основываясь на той же аристотельской логике и приходя примерно таким же по построению полноценных деревьев знаний происходит размножение и децентрирование ландшафтных ландшафтов зданий и соответственно совершенно другому ландшафту знаний как это проявляется на системах сбора информации подобных библиотекам и средства массовой информации вот когда это когда мы имеем представление что существует единое единственная иерархия знаний то несмотря на вот на монограмм многообразие всей информации те кто занимаются в обществе агрегированием знаний она это вот те же энциклопедии например или это те же библиотеки или это та же система массовой информации то есть газеты и прочее они стремятся достичь той же самой полноты то есть иметь доступ ко всем источникам информации там градировать важное от неважного первостепенные от не от второстепенного вот получается если мы возьмем сми агрегаторов источники информации вот усилие создать в центре что-то да что что-то на периферии вот в центре например будет или газета правда а все остальное там строится или это будет ленинская библиотека да все остальное имеет такое подчиненное свойство но в общем задача того чтобы свести все воедино в единую картину мира и это стремление собственно никуда не делась но поскольку происходит вот это децентрализации создание многих центров истинный так скажем много знаний в их платформ то по сути дела каждая из этих знаний в их платформ начинает собирать это собирать информацию все что она может и конечно очень быстро наступает момент когда всем становится ясно никакая структура не может собрать все знания и даже стоит оставить эту попытку потому что это невозможно и вот тогда начинает вот это вот цельность распадается и в организации знаний и в организации информационных каналов и где те кто считает себя центрами информации они собирают свое то что они могут собрать вот остаются какие-то базовые структуры которые все еще пытается там собрать все но они на самом деле уже не все собирают да но то что у нас сми здесь отображено ну представим что это например национальная электронная библиотека да тоже по тому же пути хотят собрать все книги да но собирает очень маленькую часть от того что выходит а другие центры которые там поскромнее тоже собирает все что они могут вот слева например уже небольшой агрегатор какой-нибудь яндекс да и тоже он собирает все что он может из всех источников но далеко не все и вот возникают такие вот совершенно спонтанны и достаточно случайные информационные связи где каждый является центром чего-то как и свойственно субкультурам как и свойственно сектам информационным платформам каждый чего-то собрал каждый имеет какую-то определенную цену в целом никто не собрал все да все вот это понятие все она уже из нашей цивилизации исчезла никто не может собрать все и происходит следующий момент это уже четвертое наложение и переплетение информационных систем крылоснабжения это тоже такое самостоятельное важное понятие последнее будет сегодня немножко подведу к нему вот в виду ключевые понятия вот этой информационной топологии о которой я который я пытаюсь развивать своих выступлениях здесь несколько ключевых понятий во-первых информационные сети информационные сети это коммуникативная метафора информационного поля как информация в коммуникации переходит распределяется по этому полю второе понятие информационный ландшафт то есть то что возникает в результате этой коммуникации это пространство и метафора информационного поля как распределяется информация ну и наконец система информационного снабжения это так метафоре кровоснабжения это органическая метафора информационного поля информационных каналов которые определяют этот лошадь на ландшафт то есть по каким каналам течет информация и как достигает каждой точки вот это вот система информационного информационного кровоснабжения это уже такая конкретика касающаяся довольно близко нашего предмета книг библиотек потому что книги например образует одну систему кровоснабжения этой информации и снабжение информации до знания распределяется помощью книг периодика это уже другая система до другой формат распределяет информацию телевещание радиовещание вот это все различные системы снабжения вот и каждый из этих систем формирует некую информационную сеть цель которые обеспечить доставку сообщений до любой точке поля то есть они они формируют они кладутся на информационное поле ну а информационный как ключевым признаком является формат информации до определяли он определяет характер информационных каналов то есть телевизионный сотовые телефонные кабельные все это различные информационные сети ним же относятся и книжные сети например через книга распространение к ним относятся библиотечные все сети и все это в целом кладется на распространяется на все общество что практически из любой точки общества и территории можно получить доступ к элементам этой сети вот эти сети наслаиваются друг на друга и и если они раньше достаточно жестко существовали то что их было очень мало то теперь они получают свойство перетекать и обмениваться функциями и это собственно ключевое свойство цифровой среды цифровой революции и и вот то что касается нас ближе всего это текстовые сети это информационные сети того как тексты обмениваются и транслируются в обществе вот и раньше они были понятны вот я вам сказал книга распространение там периодика библиотечная система вот эта вся сеть обеспечивала достаточно гармонично и понятное нам информационные обмены вот гипертекст интернет объединил и слил эти сети и они мало того что сами там ослабились и они стали пластичными и и они стали передавать эти функции друг другу и тем самым полностью затуманив карты до затуманив представление о том как вообще это происходит и что происходит и вот частности книжные сети ослабевают а информация от них перетекает в иные сети в интернет и и бс который мы будем говорить уже в следующий раз это одна из подсетей текстовых книжных сетей библиотеками вот так я бы проиллюстрировал то о чем я вот это вот сказал немножко сумбурно да на основе такой органической метафоры тела на кровоснабжение обладает свойством до любого любой практически клеточки тела довести полезные вещества до кроме кровоснабжения существует нервная система который тоже практически все тело опутывает вот что-то подобное и и представляет собой информационное поле в котором разные сети доставляют разную или аналогичную информацию и вот если они были раньше как и в организме четко существовали раздельно друг от друга то сейчас они начинают переливаться становиться прозрачными друг для друга и поэтому целые системы организма могут или болеть или умирать или просто редуцироваться становиться редуктивными ну что ж вот это такие основные черты до которые я попробовал уже так в деталях перечислить до резюмируем что что получилось из нашей картины каков в итоге дизайн информационной пост цивилизации ну первый тезис общество вступает в этап пост цивилизации да я постарался обосновать в чем это выражается прежде всего в том что разрушается единая мировоззренческая информационная платформа в том числе и знание единства даже в области науки третье возникает масса идеологических платформ и субкультур в разных сферах и по разным критериям это могут быть какие-то гендерные меньшинства со своим совершенным миром это могут быть там секты тоже за своим построением вообще мира что в нем важно что не важно что имеет смысл что не имеет это вообще могут быть субкультуры каких-то там наркоманах у которых тоже совершенно свои критерии эти миры все еще конечно объединяются языков языком например какими-то более высокими каналами связями культуры вот но в целом единство распалась распалась связь времен а вот скрепляющим ключевым концептуальным центром внешнего мира становится эго и от человека требуется с одной стороны всю жизнь учиться быть экспертом своей области все больше углубляться и вот этот вот весь разнообразный комплекс усваивать а с другой стороны максимально упроститься освободиться от лишней базовой информации и уже использовать только те знания которые нужны здесь и сейчас ничего впрок не нужно вот это базовое образование чтобы все науки там изучить к чему мы стремились еще там 50 лет нужно уметь быстро все вникать и складывать между собой междисциплинарность быстрая работа мозгов это отдельная страничка о которой мы потом и отдельно поговорим большая что такое человек пост цивилизации как он объединяет себе эти совершенно разнонаправленные задачи и свойства вот ну а для объективной картины информационного поля важно что информационные ландшафты цифровой среде разрываются становятся пластичными и автономными перетекают друг другу то есть очень живое движение информационных потоков на этом фоне наши привычные любимые книжные библиотечные информационные сети девальвируются и уступают место и функции иным информационным сетям ну а книга переносит свой информационный функционал в электронную книгу библиотека в электронную библиотеку это я уже вот по цепочке сформулировал те тезисы которые будут играть ключевую роль когда мы обратимся к функциям электронной библиотеки и электронной библиотечной системы вот но напоследок вот вытекающий отсюда такой информационный ребус скороговорка электронная библиотека в библиотеке или библиотека в электронной библиотеке мы с вами уже много говорили и живем в гибридных формах и современная библиотека становится такой вот гибридной формой где пересекаются и традиционные и печатные формы книги библиотеки и электронные книги библиотеки и вот в частности вот это я уже как бы задаю тему следующего следующей нашей встречи что происходит когда электронная библиотека приходит в библиотеку сегодня мы так и формулируем мы ставим компьютер экран в библиотеке и библиотека получает доступ к электронной библиотеке какой-то вне да а вот вопрос в том кто кому присоединился это электронная библиотека вот здесь появилась и присоединилась к помещению появилась пространстве обычной библиотеки или совсем наоборот вот вот этот экран становится местом когда обычная там публичная библиотека присоединяется к скажем глобальной большой электронной библиотеке что вот этот экран становится всего лишь порталом перехода в настоящую библиотеку которую как через портал через экран переходит читатель из обычной библиотеки вот это перетекание этот тот самый цифровой обман симулякор который и спутал все карты в нашем информационном мире и изменил настолько существенно изменит нашу жизнь что вот те библейские изменения которые я говорил еще могут показаться цветочками ну что ж коллеги вот собственно та первая часть которая оказалась расширенной касающиеся той информационной ситуации в которой мы оказались ну может быть я немножко излишне вас перегрузил этими категориями ну надеюсь они интересны потому что иначе мы с вами ничего не будем понимать в более локальных процессах так теперь посмотрим есть ли у нас вопросы интересное личное мнение уважаемые лекторы все таки вы за традиционное образование школьники или сразу с четвертого класса направлять на развитие сервисных полезных навыков и напротив с другой стороны элитное особое образование для избранных и платно ну это уже такой конкретный вопрос я думаю что традиционное образование не сможет остаться как бы мы этого не хотели хотя идеалы наши а идеалы всегда они в прошлом да идеалы всегда будут вот того базового качественного традиционного образования а скорее всего вот ну не с четвертого класса да просто гораздо чуть позже чем четвертый класс ну вот это вот движение в сторону полезных практических навыков и знаний оно будет осуществляться там до шестого класса вот ну и при этом неважно элитные не элитные элитные может быть всегда как раз более где меньший запрос на это и так как уже сегодня не учтут элитные образование скажем так станет элитным для тех кто именно так хочет учить и они будут иметь полное право а вот основной поток образовательный он пойдет вот в том ключе как коллега да перенаправил Ольга Дмитриевна да Дмитриева в сторону каких-то практических разорванных зданий и навыков Гродно ИБЦ каким образом можно подписаться на ваши вебинары это несложно вы включаетесь в наш учебно-методический центр и получаете рассылку каждую неделю будете в курсе что у нас ну а если вас лично мое интересует то на нашем сайте Директ Академия есть трек где тоже ясно мои вебинары прямо стоят в плане вы согласны с мнением что многие люди перестали читать художественные книги ну да вот это в том числе да один из признаков мельчания нашего рассыпания книги будут всегда читать и причем и те и другие бумажные электронные но это действительно будет все в меньшем объеме когда мы вас увидим снова ну спасибо увидимся обязательно вообще у меня в начале месяца мои вебинары то есть скорее всего где-то в первых числах марта гениальные открытия и прорывы в науке возможно по вашему мнению ну наверное они стали действительно сложнее вот то что мы с вами обсуждаем сейчас это всегда как вот и кондратерских циклах и после базовых открытий идет долгий шлейф отработки вот мы сегодня с вами отрабатываем открытие цифровой цифровых технологий это называется четвертой индустриальной революции там много чего но вот эти открытия на самом деле о которых я вам рассказываю они были осуществлены в тридцатых годах двадцатого века то есть очень давно и сама зона открытий продолжалась где-то до семидесятых годов до восьмидесятых то есть тогда все было открыто а то что мы с вами имеем и никаких изменений не было в цивилизации а то что мы с вами имеем сегодня это как раз когда это все внедряется в жизнь отрабатывается наша цивилизация и вот теперь то и будут вот те самые фундаментальные изменения вот но это наша жизнь мне кажется хоть и грандиозность этих сдвигов она и ужасает но и восхищает тоже и главное что все равно ведь жить интересней ну что ж коллеги благодарю вас за внимание то что мы были вместе и надеюсь вас увидите в следующий раз до свидания